В Московской области вводится административная ответственность за право нарушения на пассажирском, автомобильном и городском электрическом транспорте. Теперь за безбилетный проезд штраф составит 100 рублей. В новом законе четко прописаны правила провоза ручной клади багажа колющих и режущих предметов, а также домашних животных. Всех собак, кроме карликовых, теперь необходимо будет провозить только в намордниках, а хомячков и птиц в специальных контейнерах. В противном случае нерадивому хозяеву придется заплатить штраф 50 рублей. Немало интерес вызывает еще одна статья закона. В ней говорится, что проезд на всех видах городского транспорта в грязной одежде, а также провоз предметов и вещей, загрязняющих одежду других пассажиров, также запрещен. За нарушение штраф также 50 рублей. Помимо этого, новыми правилами предусмотрено и административное ответственность должностных лиц. Например, при нарушении графика движения пассажирского транспорта или при отсутствии на остановках расписания интервалов движения с виновника взыщут штраф в размере 500 рублей. Изменился и порядок зачисления штрафов. Теперь 50 процентов от суммы штрафа отчисляются в областной бюджет и 50 процентов в местный бюджет по месту регистрации учреждения или должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа. И как обычно в среду, в конце выпуска краткий обзор очередного номера городского еженедельника. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Неделя подходит к завершению и газета Реут опять готова к встрече с вами. Июнь начался под знаком двух важных таких событий. Одно как бы всероссийское день защиты детей и второе местного масштаба 160-летие старейшего предприятия города Реутова. Об этом репортаж на первой странице и продолжение в середине номера на 11-й. Мы всегда показываем руководителей города как бы на праздничных мероприятиях. Но ведь в основном это напряженные и трудные будни. И вот о том, чем же занят глава города в будни, как он пытается сам все увидеть и все оценить, рассказывается на второй странице. И здесь же подборка новостей, которая расскажет о важных событиях города Реутова. По 160-летию Реутовской мануфактуры у нас посвящены две полосы. Одна о дне сегодняшнем, другая историческая, потому что предприятие старейшее и градообразующее. 8 июня городская служба социальной защиты отмечает день профессионального работника. Об этом рассказывают материалы пятой страницы. Как провожали в армию очередную группу призывников и как служат наши ребята, рассказ на шестой странице. Тема детства, семьи продолжается на тематической полосе «Семья» на 12-й странице. Для любителей спорта мы большое внимание уделяем тем спортивным мероприятиям, которые проходят в городе. Здесь вы узнаете о дерзком дебюте нашей команды футбольной Реутов и о том, что не только профессионалов готовит школа «Приолит», но и о успехах наших самбистов, которые отмечают в этом году 35-летие. Как всегда, вы здесь найдете подробную программу телевидения. Ну, а мы уже все в следующем номере, чтобы встретиться с вами ровно через среду. Оставайтесь с нами. На этом все. В студии была Елена Чиненова. Я с вами прощаюсь до 21.30. А впереди вас ждет продолжение программы «До и после новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова